Привет, меня зовут Бактыбалай, я психолог. Сегодня в видео я хочу поговорить на тему поколенческой травмы. Прежде чем я перейду к теме, хочу вам напомнить, что вы можете отправить мне письмо с вашим кейсом, я обязательно сделаю психологический разбор. Это ваша уникальная возможность получить психологическую поддержку от меня и также поделиться своей историей со зрителями. Возможно, именно ваша история станет поддержкой для кого-то из зрителей. Также напоминаю, что у меня на Patreon вы можете найти материалы по самостоятельной психологической работе, которые помогут вам развить новые привычки и выйти из созависимости. Эти материалы я создаю специально для вас с намерением, чтобы ваше качество жизни улучшалось. Надеюсь, они вам помогут. На самом деле, эту тему я решила поднять, рассказать о ней, поскольку сама столкнулась с поколенческой травмой у себя. Когда я переехала в другую страну, я поняла, что я увидела этот эффект. Я никогда не работала в психотерапии на тему поколенческой травмы, хотя я в терапии была 7 лет, и я нахожусь в терапии постоянно, но никогда не работала с поколенческой травмой. Поэтому я хочу рассказать сегодня про неё, а также я часто слышу в эзотерике про родовые программы, что я считаю тоже является одним из частей поколенческой травмы и негативных установок, которые мы несем поколениями от наших родителей, бабушек, дедушек, ну в общем предков. Психологически, физически, эмоционально травма остаётся в нашем теле из поколения в поколение. Если вы понимаете, что у вас есть поколенческая травма или идентифицировали её сейчас, после этого видео, или знаете о ней до недавнего времени, то очень важно с ней работать, потому что если вы с ней не работаете, вы это обратно даёте следующему поколению, если, конечно, у вас есть дети. Если у вас нет детей, то вы тоже просто проецируете эти травмы в ваш социум. Естественно, привлекаете одни и те же ситуации, выбираете одни и тех же партнёров, друзей, коллег, те же сценарии. Поэтому жизнь может особо и не меняться, и вы живёте, скорее всего, не своим сценарием, то есть вы не живёте своей аутентичной жизнью, а живёте тем, что уже из поколения в поколение передаётся от ваших предков. Допустим, понятный пример, я думаю, будет, это алкогольная зависимость, которая передаётся генетическим путём. То есть бывают семьи, у которых в три колена уже люди живут с алкогольной зависимостью. И, допустим, если у вас тоже вы замечаете в себе алкогольную зависимость или любой другой вид зависимости, конечно, важно с этим начать работать. Вообще причиной поколенческой травмы является экстремальный абьюз, какие-то тяжёлые ситуации, и какие-то ситуации, которые продолжались на долгом отрезке времени. Это могут быть войны, голод, также сексуальное, физическое насилие, рабство, геноцид, расизм. Если вы жили в колониальном обществе, тоже может проявляться через несколько поколений. Психолог Габор Мате, который является этническим евреем, рассказывает о том, как у него были синдромы посттравматического стрессового расстройства, поскольку была поколенческая травма геноцида в его семье. То есть во время Второй мировой войны его семья столкнулась с геноцидом, и потом это проявилось в СДВГ у Габора Мате. Вы можете посмотреть его лекции, он очень интересно про это рассказывает. Поколенческая травма может передаваться и генетически, то есть на телесном уровне. То есть, допустим, если у меня остается какая-то травма с предыдущих поколений, но я об ней могу даже не знать. Или она может проявляться социально. То есть, допустим, я знаю, что люди, которые жили в колониальных странах, у них есть поколенческая травма именно социума. У меня есть друг, он чёрный, и ясно, что чёрные люди всегда подвергались большому абьюзу, рабству. Они были колониальным обществом, и, конечно же, у них, у многих, не у всех, конечно, есть поколенческие травмы. И мы обсуждали этот момент, и так как Казахстан тоже был колониальной страной, мы нашли очень много сходств в том, что это оставило большой след на нашей психике, самопредъявлении и на нашем социуме. На самом деле признаки поколенческой травмы могут быть достаточно обширными. Иногда... Вообще тема травмы, конечно, очень тяжёлая. Люди думают, что от всего можно травмироваться, мне не подарили цветок в детстве, можно травмироваться. Вообще это правда, да. У меня был тренер, который рассказывал, что у него была травма, потому что кроватка его брата в детстве стояла ближе к родительской кровати, чем его. На самом деле травма, будет она у вас или нет, всегда индивидуально. То есть у каждого характеристика разная у человека, и встроение, психики тоже разное. И если сейчас вы услышали про поколенческую травму, это не значит, что она у вас есть. Поэтому важно познавать себя, узнавать, смотреть на свои паттерны, и после этого только делать выводы. И если всё-таки есть, конечно, с этим работать, поскольку признаки поколенческой травмы, они у них достаточно обширны. Это могут быть зависимость от различных химических веществ, это могут быть разные ментальные расстройства, это сложности выстраивания отношений с другими людьми, это могут быть нездоровые виды выстраивания отношений, как созависимость. Или человек может быть слишком бдительным, или постоянно тревожным, и может не понимать, из-за чего с ним такое происходит. Чаще всего, если есть травма в семье, люди, которые находятся внутри, не замечают данных травм. То есть настолько зеркальные нейроны ещё работают очень хорошо, это генетически передаётся, социально, и когда люди вместе, все варятся в этом котле поколенческой травмы, они, конечно, могут даже не осознавать, не замечать, что что-то не так. Чаще всего поколенческую травму достаточно сложно проработать, потому что она уходит очень глубоко внутрь, в тело, поэтому так важно с ней работать, особенно с телом. И я думаю, что здесь очень подойдут направления в психотерапии, как гештальт-подход, или телесно-ориентированная терапия, или, я думаю, арт-терапия, о которой я говорила недавно, она тоже может подойти, или любые практики, где есть телесность. Как покончить с поколенческой травмой? Я думаю, что очень важно здесь взрастить в первую очередь ресурс в себе, если вы всё-таки идентифицировали поколенческую травму, которая есть у вас, в вашей семье, и начать понемногу, по чуть-чуть, очень безопасно и мягко начать разговаривать с вашими близкими, или с вашими родителями, или тех людей, которые вас вырастили. Не всегда могут родители растить своих детей, это могут быть бабушки и дедушки, дяди и тёти. Начать с ними понемногу разговаривать об этом. Важно осознавать эти процессы, замечать паттерны поведения, которые способствуют поддержанию травматического опыта. Не воссоздавать снова этот опыт. Также важно проанализировать, что было в предыдущих поколениях, для того, чтобы понять, что не делать дальше. И, конечно же, на этом опыте уже начать выстраивать систему, которая поможет вам восстанавливаться, и вашей семье полностью. Признаками того, что вы восстанавливаетесь от поколенческой травмы, могут быть то, что вы открыто начинаете говорить о своих чувствах и эмоциях с близкими людьми. Начинаете больше доверять другим, и перестаёте самоизолироваться, и начинаете общаться с другими людьми. Начинаете чувствовать себя более связанными с другими людьми, и чувствуете вот это единство. Также вы начинаете работать со своими страхами, встречаться со своими страхами, и перестаёте бояться изменений. В заключении хочу ещё раз вам напомнить, что работа с поколенческой травмой — это тяжёлый, глубокий, долгий, глубинный процесс. Поэтому вы не думайте, что вот так вот всё изменится. Но если не начать, то всё останется так, как есть. Поэтому я призываю вас проявить к себе доброту, сострадание и шаг за шагом работать над тем, чтобы восстанавливаться после поколенческой травмы. В работе с травмой очень важно принять её, найти её корень, отгоревать, прожить все эмоции, которые накопились, которые есть, и проявить к себе доброту. Когда вы проявляете себе доброту, вы даёте время, место для того, чтобы у вас было время отгоревать, побыть в пустоте и проявиться чему-то новому. В этот момент вы становитесь открытым для изменений. Когда вы открыты для изменений, вы готовы принимать новое, то, что придёт в вашу жизнь. А новое — это то, что уже не будет вашей поколенческой травмы. То есть не тот сценарий, который повторяется уже поколениями. А придёт что-то новое, которое будет благостное и на процветание вашей души и тела. Конечно, очень сложно работать с психологической травмой одному самому. Поэтому я очень рекомендую найти единомышленников. Я не знаю, как вы пойдёте этим путём. Если вы хотите... И у вас есть психотерапевты, я рекомендую всё-таки обратиться к психотерапию, именно к психотерапевту, который работает с психологической травмой. На этом видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Надеюсь, оно вам было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, отправляйте это видео вашим друзьям и давайте поднимать уровень осознанности вместе. Всем пока!